Настойка на клюкве вещь, конечно, хорошая. А сколько класть этой самой клюкве хотя бы на литр самогона, вы знаете? Он готов и прямо сейчас мне ответит. Нет? Тогда давайте разбираться. Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Добрый Жар, крупнейшего производителя в России товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все приборы, приспособления и ингредиенты, которые я буду использовать в этом ролике, вы можете приобрести на нашем официальном сайте. Перейдя вот по этой ссылке, также она будет внизу в описании. Сегодня на ваших глазах я постараюсь для себя лично расставить все точки над «и» с клюквой. Ягода для меня не сказать, чтобы экзотическая, конечно, но и под ногами, как абрикосы, в сезон точно не валяется. Поэтому для приготовления настоек лично для меня есть несколько вопросов. И, как всегда, самое главное – это сколько вешать в граммах. Хотелось бы убедиться лично. Изучил рецепты из открытого доступа, я решил проверить два основных варианта. Это 250 грамм клюквы на литр самогона и 500 грамм на литр. Также я хочу для себя уточнить такой момент. С мясорубкой. Клюква – ягода, как известно, с плотной кожицей. Поэтому перед приготовлением настойки нужно ее или проколоть каждую ягодку иголкой, согласитесь, то еще удовольствие, или размять толкушкой, или же пропустить через мясорубку. Но потом, согласно отзывов, возникают вопросы с прозрачностью и с фильтрацией напитка. Давайте проверим. На мой взгляд, клюква все-таки плотная ягода. Проблем с фильтрацией быть не должно. Но с прозрачностью не знаю. Сейчас разберемся. Да, кстати, и у меня вот здесь еще есть баночка с клюквой. Она стоит уже неделю. Я залил самогоном ягоды после приготовления клюквенного спотыкача. Даже всегда не знаю, как правильно говорить. Спотыкач, спотыкача. Склоняется оно или нет. Может, кто-то меня поправит. Ссылка на рецепт будет внизу в описании. Было жалко выбрасывать ягоды. Поэтому решил посмотреть, что получится. Итак, вот неделя уже стоит. Но вот я сейчас понюхал. Запаха клюквы я не чувствую. Ну, не чувствую. Просто, может, на вкус что-то появится. Ну, пусть еще стоит. Ничего страшного. Значит, давайте, у меня вот здесь вот приготовлено три баночки. В каждой залита по пол-литра самогона. В одну банку я добавлю 125 грамм клюквы. Вот это. 125 грамм клюквы. Давайте. Я ее разомну. Клюкву, кстати, вот сейчас потрогал. Сразу вспомню, забыл вам сказать. Она у меня из морозильника. Замороженная. Я считаю, что осенние ягоды, их лучше использовать после морозильника. Даже если вы купили ее свежую, лучше положить в морозильник. Пусть она там заморозится. Ну, на ночь, на сутки. И затем уже вытаскиваете и используете по назначению. Так будет вкуснее намного. Итак, разминаю клюкву толкушкой. Так интересно лопаются клюквинки. Прямо как икринки. Ну, звук погромче, конечно. Так, есть. Вот, берем вот это. И закладываем. Готово. Так. Теперь 250 грамм клюквы. Все то же самое, только дозировка в два раза больше. Так же толку. Вот опять лопаются. Интересно, была бы такая икра крупная, как клюква. Так. Так. Ну, и третий вариант, как я сказал, будем использовать мясорубку. Ну, вот, в принципе, тут еще 125 грамм клюквы помололи мы быстренько. Давайте, чтобы не переводить драгоценный, по крайней мере, для меня продукт, используем по максимуму. Так. Так. Так и знал, что тут еще будет клюква. Так. Так. Ага. Вот еще. Все. Есть. Так. Так. Ага. Делаем вот так. Конечно, да, вот с мясорубкой все так однородно, перемолоно, прямо в плане экстракции идеально. Ну, посмотрим, что будет с прозрачностью и с фильтрацией. Ну, и будет ли разница во вкусе, самое главное. Так. Ох, все готово. Ох, у меня тут хе-хе-хе. Да, клюква такая работа, марка, я смотрю. В принципе, все, уважаемые на куры, напоминаю, это у меня после спотыкача, это 125 грамм на пол-литра, это 250 на пол-литра, это 125 через мясорубку. Все, значит, закрываю крышками, ставлю в темное, теплое место. Ну, я ставлю на батарею сейчас. Отопительный сетон начался. Ну, давайте на две недели, на две недели там посмотрим. Так, прошло две недели, сейчас буду фильтровать свои настойки. Сначала через сито, затем уже через салфетку. Затем дам отстояться, после фильтрации еще денек продегустирую и расскажу вам, что получилось. Так вот, открываю первую баночку. Пахнет, конечно, обалденно. Ну, вот так, сначала через сито. Так, это у меня сейчас была ложечка. Так, поможем ей. Ну, затем, после грубой фильтрации, как я сказал, уже через салфетку. В принципе, суть ясна, не буду задягивать это видео, задерживать, вы тут и без меня все поняли и разберетесь. Поэтому, как отфильтрую, мы продолжим. Все отфильтровал. Пару слов про фильтрацию. Действительно, настойка из ягод, пропущенных через мясорубку, фильтруется довольно тяжело. Помимо твердых частиц, оболочки ягод здесь полно всякой мелкой мезги, местами похожей на желе. Пришлось фильтровать три раза. Сначала через сито, потом через марлю и третий раз через вату. Остальные настойки было достаточно проще отфильтровать по сравнению с этой. Значит, легче всего фильтровалась настойка на основе спотыкача. Или спотыкача. Ну, вроде мне сказали, что склоняется. Значит, на основе спотыкача. Наверное, весь пектин здесь выварился. Так, теперь по цвету. Ну, прогнозируемо, там, где больше ягод, тем насыщеннее. Это вот это вот, смотрите, да? Здесь вот больше ягод и мясорубка. Мне кажется, здесь все-таки как-то красивее. Ну, и самое главное, это, конечно же, вкус. Настойка после спотыкач, такая самая невкусная. Ну, как, здесь по запаху она, конечно, тоже менее ароматная, чем остальные. Ну, чувствуется. Но вот во вкусе чувствуется, понимаете, какая-то такая горчинка, которой нет в других настойках. Вот не знаю, с чем это связано. Ну, она вот этой горчинкой как-то не понравилась мне. Если она одна и ягоды выбрасывать жалко, то пойдет однозначно. Я не говорю, что она вообще там супер какая плохая. Нет. Просто по сравнению с этими. А если же, как бы, ну, клюквы много, то, в принципе, можно выбросить. Мне, в принципе, вот это не очень понравилось по сравнению с другим. Ну, тут тоже не все однозначно. Слушайте дальше. Что касается остальных настойок. То первое, что хочется отметить, что они достаточно кислые. На мой взгляд, как-то, ну, довольно существенно. Понятно, что чем больше ягод, тем больше кислота. Соответственно, чем меньше, тем меньше кислота. Настойка на размолотых ягодах кажется, знаете, более насыщенная, конечно, чем вот эти две. Но незначительно. На мой взгляд, после вот этой возни с фильтрацией, ну, оно того точно не стоит. Я вот точно не буду делать настойку на клюкве через мясорубку. Вы попробуйте, может вам понравится. Более-менее настойка мне понравилась вот где меньше ягод. Ну, я бы сделал ягод еще меньше, потому что, ну, реально как-то для меня кислит сильно. Аромат, да, вот что мне тут больше всего понравилось, это аромат. Вот какой-то такой интересный такой, какой-то, ну, я бы даже сказал, мне не знакомый. У нас клюква особо не растет. Вот как-то мне вот аромат понравился. Но на вкус, ну, точно не вау. Сока здесь, как ни странно, тоже достаточно. По ощущениям крепость получилась в районе 20-25. Кисло и слабо. Я попробовал смягчить сахаром, понимаете. Добавил после первой дегустации где-то по чайной ложке сахара без горки. Стало чуть лучше. Опять же, вот кислинка несколько пропала. Вот опять хочу отметить вот это, где меньше всего было. Вот мне больше всего понравилось. Ну, не засыпать же мне всю настойку с сахаром. Это же не чай, согласитесь. Женская половина тоже не особо в восторге. Сказали ароматно, но не более. В общем, настойка лично мне на клюкве не зашла. Кто живет в тех краях, где она произрастает, я имею в виду клюква, возможно, сейчас будет бросаться у меня тапками. Но я рассказываю о своих впечатлениях, ощущениях, как есть, что делаешь. Но, понимаете, мне все-таки хочется, чтобы кислота была едва-едва чувствовалась. Потому, что мне аромат нравится. Мне хочется, знаете, сдвиг больше в водочную сторону. Как бы для настойки, мне кажется, по моему вкусу не годится. Хотя, можете ошибаюсь. Поэтому я продолжил эксперименты в водочную сторону. На эту тему я уже снимаю ролик. Уже нашел рецепт. Поэтому, чтобы его не пропустить, не забудьте поставить колокольчик. Я пока не ставлю крест на это ягоды. Нет, посмотрим. Ну, пока на сегодня у меня все. Также, если понравился ролик, жмите большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Продолжение уже это будет, получается, в следующем году. Ничего страшного. Напоминаю, что внизу в описании ссылки на все наши социальные сети. ВК, Дзен, Одноклассники и прочее. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех наших событий. И участвовать во всех розыгрышах и других активностях. С вами был я, Дмитрий Лафетников. И производственная компания «Добрый жар».